Так, ну значит я не смог выйти в эфир в 3 часа, ездил я в органы, давал объяснения, сейчас будет у меня интервью, так что вот, все, будет включена камера, тогда можете наблюдать, если желание, в прямом эфире, как все это происходит. Правда, это подготовительная процедура скучна, но может кому-то будет интересно, кто не узнает. Алло, да, да, Рэн Ти Вин, сейчас будет интервью. Ну, хорошо, слушай, не задавай такие вот глупые совершенно вопросы. Вот, и все это было сказано еще, выходя из машины, и там, когда я тебе понял. Ну, блин, что за дурацкие вопросы, сейчас прекрасно понятно. Да, хорошо. Какой белый вам надо? Да. 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 Да, да. 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 Посмотришь? Не к тебе? Да, вот сюда. Вот с этой стороны. А можно будет поменять что-то? Всё, берите как крепко. В том же теле я вам буду шевелиться. Да, вот сюда. Да, вот сюда. Да, долго меня ждали, машина с травой. Да, вот сюда. А скажите, почему так долго, собственно говоря, вас держали там? Ну, масса вопросов накопилось. Ну, там было бы желательно совершенно обстановками, я задавал вопросы по работе с системой МММ-2001. Всё это интересовало, я всё объяснил. Но на этом и расстались. А можете рассказать нам тоже, в чём смысл МММ-2011? Ну, вообще-то правила все есть на блоге, если вам интересно. А хочется вот именно из первых уст, потому что трактовать можно как угодно? Ну, наиболее подходящее определение, как мне кажется, это либо кассовая взаимопомощь гигантская, либо специально структурированная сеть, так скажем. Что люди вступают между собой в какие-то отношения, без всяких обязательств, как я подчёркиваю всё время, каких-то гарантий и условий, и обмениваются деньгами, так скажем. Это совершенно личные отношения, гражданские отношения и физических лиц. Сейчас сюда лезет без угарства, совершенно непонятно. Что каким-то определённым правилам, неправилам, поддон, моим советам и рекомендациям, которые, мне кажется, разумными, люди обмениваются между собой деньгами. Мне кажется, опять-таки, что при такого рода обменах они будут иметь определённую прибыль. Но это моё мнение, я его высказываю на блоге. Но если вам сама структура интересует, то всё организуется так. Вы разбиваются на десятки, сотни, тысячи. Десятники сами выбираются десятниками, я не вмешиваюсь. Сотни сотников, тысячники тысячников. Всё. Ну, по сути дела, это тот же гербалайф и та же самая структура. Я не знаю, честно говоря, гербалайф что такое? Я никогда в неё не участвую. Что такое пирамида? Такого термина, подчёркиваю, нет вообще. Ни в законодательстве, ни в каких-то правовых акках. Нет такого понятия финансовой пирамиды. Что это такое, никто не знает. Далее. Финансовая пирамида законом не запрещена. Поэтому все эти вопли, которые сейчас там, фасы все эти, что это финансовая пирамида. Ну и что? Они не запрещены законом. Поэтому это всё имитация деятельности. Они просто пытаются там засветиться, пропиариться, имитируют деятельность Бога. Вообще это бред вообще. Потому что финансовая пирамида, причём написано в наборе, что это финансовая пирамида. Ну и что дальше? Это не запрещено законом. А не отпугнёт ли это потенциальных ваших, ну, участников, скажем так, 2011? Само слово пирамида, потому что многие обожлись же на этом. Ну, знаете, я считаю, что я должен с вами долгом всё говорить честно, откровенно. Если я пугнёт, то есть я ничего не пытаюсь приукрашивать, выдавать желаемое за действительное. Я наоборот употребляю даже этот пирамид, хотя бы его мог и не употреблять, поскольку его не существует постоянно. Но тем не менее, чтобы всех отпугнуть и предостеречь, я тем более его употребляю. Я говорю открытым текстом, что да, это пирамида. Хотите участвуйте, хотите нет. Дело добровольно. Какие тут ко мне претензии со стороны кого бы то ни было, я не понимаю. То есть обмана здесь никакого нет. Люди взрослые, всё понимают и сами решают, участвуют или нет. Это их личные деньги, с которыми заплатились аналоги и прочее. Всё. В 2011 году страна, как и весь мир, пережил кризис. Как вы думаете, жизнеспособна эта пирамида, когда люди начнут делиться деньгами друг с другом, когда их в принципе нет? Многие отнищали. Ну такое потому, что их нет, этих денег. Вот эта пирамида, если так и называть, и призвана, на мой взгляд, лучше жить. Потому что государства надежды никакой. Что вот таким образом, это как бы перераспределение свободных имеющихся в любом обществе средств. Хорошо, что значит, что у вас нет денег на латунг или там, не у вас, а у колон. В кармане у вас там есть какие-то деньги, они лежат, пока в кармане не могут быть использованы. Представьте себе, что было бы какое-нибудь существо или система перераспределения, что пока они у вас лежат, можно было бы дать другому. Вот представьте себе, вот есть мёртвые деньги, вот они перераспределяются. Вот в чём, если в двух словах. Как вы думаете, Прохоров стал бы участвовать в такой, наверняка у него лежат деньги, которые могут работать, а могут и не работать. Стал бы он участвовать в вашей новой 2011? Зачем Прохоров участвовать? У него другие источники дохода, как у всех наших элегантов. Что там он участвует, когда он бюджет в перекусочках вообще и всё? Что там участвовать вообще? У нас все Прохоровы зарабатывают одним и тем же образом. Распиливают бюджет, это всем известно. Зачем мы участвовать в каких-то пирамидах? Вся пирамид, всё это создано для людей, малоимущих. Там есть ограничения по суммам. Не более 5 тысяч долларов. Поэтому у меня на всяких там Прохоров, Прохоров, система не ориентирована, они мне не нужны. То есть я их не собираюсь никуда пускать в систему. Если завтра Прохоров объявится, скажет, что он решит вступить с каким-то миллиардом долларов, то его никто не возьмёт вообще. То есть там 5 тысяч ограничений сверху для всех. А затем для малоимущих предназначено. Лично вы что с этого имеете? Материальный выгод я никакой не верю. Я уже всё это говорил, подчёркивал. И в условиях того сверх пристального внимания, которое сейчас в моей особе и в системе, естественно, если я хоть копейку поимею, то это неизвежно будет выяснено. Поэтому это в какой-то мере даже хорошо, весь старшум вокруг этого всего, что это гарантия того, что я ничего на этом, никого не обману, ничего не украду, хотя у меня нет никаких планов на все это. Но, тем не менее, весь шум вокруг этой системы, вокруг структуры, это, по-моему, стопроцентная гарантия, что всё будет предъявлено честно. Но вас могут обвинить, и некоторые обвиняют в том, что вы можете разбогатеть другим способом, писать об этом книгу и продать книгу миллиардным тиражом. Знаете, там косвенные способы, это можно, конечно, так можно ко всему чему угодно, что что бы ты ни делал, если ты сделаешь что-то успешное, то ты прославишься, и таким образом разбогатеешь. Можно так трактовать, тогда вообще ничего делать не надо. Надо сидеть на кухне с женой ругаться, и тогда ты не прославишься, не разбогатеешь, и всё будет здорово. Можно, конечно, так трактовать. По крайней мере, мы будем называть эти своими именами. Прямой выгоды я не имею. Никакой прибыли от участия я не имею. Я вообще не участвую в системе. Всё. Всё. Вот это всё, что косвенно, это всё отлукаво. Что там книгу могу написать, может у меня там, я не знаю, от моего лицезрения у меня сами тут деньги будут. Всё может быть, но это, по крайней мере, всё знаете, ещё раз говорю, на уровне каких-то там домыслов и косвенных, каких-то там выгод, которые есть, опять-таки, от любого предприятия, от какого бы ты ни был, от любого успешного предприятия, если человек достаточно успешный, он становится там популярным значимым, вы какие-то там выгоды от этого имеете. Но это знаете, это тогда, я ещё раз говорю, тогда ничем не заниматься. Получается так вообще. У вас было время подумчивства, время, когда, собственно, грянул кризис. Как вы думаете, вот вы лично видите, в чём причина мирового кризиса и кризиса в России, который, собственно говоря, в России прошёлся прекрасно, и до сих пор прекрасно существует на наших институтных широтах? Я не считаю, что современная финансовая структура глубоко порочна, что она создавалась людьми, которые воспользовавшись невежеством и незнанием масс, масса там занята тем, кто трудится, и придумывает что-то реальное. А люди, вот которые, все эти банкиры, финансисты, они воспользовавшись вот этим невидимым, незнанием людей, устроили финансовую структуру от себя. Что за какой стати все эти банкиры имеют какие-то там миллиарды? Это всего лишь люди, распоряжающиеся вашими средствами, и не более того. Поэтому, почему человек, распоряжающийся вашими средствами, живёт лучше вас, это непонятно. Почему он там должен вообще жить каких-то там, у него у банков должны быть какие-то там, я не знаю, дворцы, банкиры должны есть на каких-то там, мерседесах. Почему это вообще? Совершенно непонятно. Это что, непременный атрибут банков? Нет вообще. Что, для чего, собственно говоря, все уже забыли саму суть этих банков? Для чего служит банк, по идее? Банк служит всего лишь для распределения средств. Вот центр банк, вот структуру государства даёт средства, он там ориентирует там деньги, ну как это называется, даёт их банкам, как бы, под маленькие проценты. Банки уже вкладывают их в производство, ну так предполагается. Ну почему они, например, берут проценты? Вот это кажется всем очевидным, что банк должен брать процент за кредит. На самом деле это не очевидно, что, например, почему бы он участвовать в прибыли, просто в предприятии, а процент не брать. То есть там масса вопросов. Вообще доллар, это всё, вся эта система глупая, тут можно разговаривать на эту тему очень долго. Что банк сейчас занимается тем, у нас в России по крайней мере, я думаю на Западе то же самое, что берёт процент у центробанка, кредит под вот такой процент, а потом даёт населению под вот такой. Вот весь его деятельность. Это паразитирующая совершенно структура на телеэкономике. Плюс доллар, это совершенно для кого не секрет. Чистая пирамида, в чистом виде. Что она... Ну вся проблема в том, что она не рухнет. Все думают, что она рухнет когда-то. Потому что пирамиды, я уже говорил неоднократно. Критично, не сумма долга, она не имеет ни малейшего значения. Поэтому, кстати, все боятся, что вот когда цену, все там считают, в момент 2011, то это вырастет, во столько-то раз, все рухнет. Да ничего не рухнет. Пусть вырастет в миллион раз. Сумма долга не критична. Критично лишь поведение участников. Что вот ВСГ в частности, цена акций выросли пять тысяч раз. Пять тысяч за год. И это не имело ни малейшего значения. Поэтому доллар никогда не рухнет. А участники, на каком-то определенном этапе, становятся заложниками пирамиды. Вот сейчас, что произошло с долларом. И они ведут себя разумно. Потому что они понимают, что под обломками доллара рухнет все. И они сами в том числе. Поэтому эта ситуация, она глубоко порочена. И, до мой взгляд, это надо разрушить. И я это сделаю. Вот я говорил, что устрою финансовое количество, так оно и будет. Что касается России, то это просто банановая республика. У которой нет ни экономики, ничего. Наши бананы, нефть и газ. Вот есть урожай бананов. Мы радуемся и пляжем вокруг костров. Не урожаем, мы плачем, посыпаем плаву кепла. Вот вся наша экономика. Поэтому, естественно, покупатели бананов кризис, но и у нас кризис. Вот все. Все просто, как парня речь. Ну, плюс еще, все накладывается на то, что у нас тотальное воровство, коррупция и прочее, прочее, прочее. Среди ваших знакомых, я уверен, много тех, у кого есть бизнес, у кого был бизнес. На ваших глазах во время так называемой мирового финансового кризиса кто-то разорился, а наоборот, кто-то обогатился. Не-не, вы ошибаетесь. У меня нет никаких знакомых, я вообще ни с кем не общаюсь, никаких, вот я в частности отвечал на этот вопрос на этом допросе. Ну, ни на допросе, объяснили. Ни с кем я не общаюсь, я вообще не общаюсь с бизнесменами. Ни с кем я не общаюсь. Ну, а может быть у вас среди знакомых, но не бизнесменов я не имею в виду там, бизнесмен Абрамович, да, а те, у которых там кондитерская своя, например, есть. То есть, обычно это то, что принято называть средним классом. Вот, например, знаете, один человек держал какой-то ресторан, куда он был выгоден ему тем, что туда ходили на бизнес-ланч по 350 рублей. Вот всю эту оплату все мы резали, и стали теперь ходить покупать сосиски за 120. Он вовремя это понял и закрыл ресторан и открыл сеть сосисочных. И он таким образом даже не в минус ушел, а в плюс. Просто он понял, как это изменить. Знаете, мне кажется, что эти все схемы, они, книжек только в нашей стране, они не работают. У нас надо просто так ушел, там открыл, там все уже открыто, все поделено и распределено. У нас вообще совершенно другие законы бизнеса. Нет. Насколько я не сталкивался, я вообще сейчас бизнесом не занимаюсь. Черт, у меня вот поэтому рубобия, или как он там, я тут говорил, три часа, мне прямо в город, теперь вообще вот здесь. Поэтому извините, мне это опять тут. Мне кажется, что это все, у нас в стране, у нас в стране вообще нет бизнеса, я не знаю, какой у нас бизнес, у нас кроме распределения бюджета, у нас такого бизнеса вообще нет вообще. Существуют рестораны, существуют ночные клубы. А кто их держит вообще? Их держат люди, которые в свое время украли там на каком-нибудь другом. Вот они не знают, куда вложить деньги, вот они открывали рестораны, ночной клубы. Мне кажется, у нас весь бизнес вот такой. Мне так кажется. Почему? Ну какой-то у вас грусть и печаль вот наши не будущие врачи. а реалии. Ну, к сожалению, таковы реалии. Ну, посмотрите, если у нас там какие-то олигархи зарабатывают в год по 10 миллиардов долларов, ну, нельзя заработать в год 10 миллиардов долларов. Нет примеров таких в мире. Вот, например, Сергей Брин, этот вот основатель, вот у него там 15 миллиардов состоит, но он зарабатывал 15 лет, простите, и он известен во всем мире, там, как сверхуспешный бизнес-мир. у нас 10 миллиардов. Вот Алишер Усманов, как народик считал, за год напечатали заработки. Ну, как? Нельзя заработать такую сумму за год. Ну, как? Значит, как он заработал? Ну, вот ему отфилили, сколько бюджетов. Вот его заработки. Такими темпами воровать, если. Никаких денег не хватит. Можно, если будет нефть сейчас по 100 долларов, ну, по 10, наверное, по родинку. Будет она... Но потом, конечно, будет... Деньги. 200 долларов. Будут воровать по 100 миллиардов. Вот и все. Вы можете чуть объемнее ответить их? Вот вы так сказали в сердцах, что я этот финансовый мир просто к чертям собачьим поломаю, доставание, а затем... Можете подробнее рассказать, каким образом вы собираетесь этот финансовый мир разрушить, и что будет затем? Ну, как? Очень просто разрушить. Потому что вот в этой системе, в МММ-2011, участники, на мой взгляд, могут иметь по 20-30 процентов в месяц. То есть, таких в месяц, таких денег, 3 процентов, нет нигде. Поэтому, естественно, что если есть отверстие, в каком-то резервуаре, вода будет туда вытекать вообще. Это просто законы физики. Поэтому, точно так же, все будет стекаться в эту ворону. Все деньги через несколько минут. Пока просто процесс медленнее, потому что еще процесс не запустим. Когда он будет запущен, и все увидят, что это все реально, а все это будет очень скоро, все деньги начнут стекаться туда. Поскольку сейчас интернет, нет никаких границ пространственных, неважно, где там твой участник, в соседней комнате или в Антарктиде, то весь мир будет не самохвачен, соответственно. Все это было уже ССЖ, а не какие-то мои фантазии. Я все это знаю, как все это происходит на практике. Все, через некоторое время умрут банки, биржи, а потом будет вторая часть. Вторая часть в свое время. Всему свое время. Все надо делать в сторону. А мне для этого нужно иметь паспорт гражданина Российской Федерации? Или я могу, как американец, тоже поучаствовать у вас и получать в рублевом эквиваленте 20-30 процентов? Во-первых, на долларовый эквивалент у вас еще будут. Все люди, человек в любой стране участвует. Не надо вам быть никаким, постанов не проверять. Любой человек, не важно, в откуда вы участвовали. Регистрируйтесь в обычном порядке на блоге. Откуда вы, никакого значения вы имеете. Из Америки, из России, из Австралии. Все равно. Но у вас есть способ или нет все-таки, как вот разбогатеть сейчас в период кризиса? Нет таких способов. Я уже это говорил. Если бы существовали такие способы, разбогатели бы все. Нет никаких универсальных способов. Каждый должен, у каждого своя ситуация, свои условия, в соответствии с ними, свои возможности, подстраиваться. В том-то все и дело, что никто тебе ничего не посоветует. Понимаете? Если бы можно было посоветовать, то все бы богатели. Вот это в этом-то и сложно, что вы должны, исходя из своей личной ситуации, найти свой собственный путь. Вот так мир устроен. Он устроен вот так. Все попытки универсальных путей, они тупиковые. Нет таких универсальных путей. Иначе вы их сразу нашли, и они бы перестали быть путями. Потому что вы разбогатели бы первые, остальные бы. Вообще, вступает в ОММ в 2011, больше 20% в месяц, но нигде не заработает. А это все реально. Это все не какие-то домыслы. Это все проверено на МММ, 94% на ASG. Так что это абсолютно все реально. Пользуйтесь случаем. А как выглядит в интернете? Вы можете сейчас прямо рассказать? Я сейчас камеру переставил. Открыть свою страницу, блок, как это выглядит? Просто объяснить, здесь вот лежит описание того-то и того-то. Мне это для картинки еще нужно, когда за кадром уже что-то говорить? Да пожалуйста, смотрите, сейчас все сделаем. Открыть его? Сейчас все сделаем. Ну, вот блок. заходите, пожалуйста, вот смотрите, видите? Вот либо справа мы можем многое, либо вот прямо здесь. Нажимаете. Вот видите систему. Вот сразу попадаете на страницу с предупреждением. Это финансовая пирамида. Участвуйте в мире, вы рискуете. Вот в чем не обвиняют? Но во всем, во всем люди предупреждены. А когда вы относили эту мысль до убоговцев, как они относились до этого? Да они понимают полностью. Ну, они посмеивались или очень серьезно интересовались этим? Ну, они здравомыслящие люди, они все понимают, ну что, они просто им дают задание расследовать, они расследуют, ну что? Ну, вот вы не являетесь даже уже убоговцев. Вы же понимаете, что вот если человек предупреждает честно обо всем, то в чем преступление-то вообще? Ну, преступление в том, может быть, что человек в чем-то обманывает. Ну вот, выдает там, приукрашивает что-то, скрывает, умалчивает. То есть, есть обман. Ну, если нет обмана, то в чем, в чем обвинять не может человек? То есть, в отличие от того, что в прошлый раз случилось, что там было, видимо, все нечисто, да? В прошлый раз все было чисто. У меня не смогли, похни с прошлым разом, будем считать, что там что-то было, но вот, будем говорить о том, что есть честно. Все предупреждено, но все предупреждены обо всем, честно вообще, что это финансовые пирамиды, прочее, прочее. С финансистами адвокатами общались на эту тему, чтобы каждый бутыл не забывал. Добавил подкопаться. Вы понимаете, я прекрасно умею читать законы. Мне не надо общаться ни с финансистами, ни с адвокатами. Я сам знаю законы, лучше любого. на самом деле, это талант определенный. Умение читать законы. Если надо уметь читать, потому что у меня это дар есть. Я четко умею читать законы. Я прекрасно сразу вижу, где там слабые места, где сильные, что хотел сказать законодатель. Не случайно поэтому мне так и ничего не смогли толком предъявить, хотя все лучшие следователи трудились на протяжении 4 лет. То есть я прекрасно умею читать законы. Если я говорю, что нет нарушения, то может быть уверен. Ни один. Юрист, адвокат, лучшие выпускники все соберутся, они мне не смогут вменить ничего. Вот и практика показывает, что так и оно и происходит. Ничего мне не могут вменить. Собираются там колдят на какие-то бесконечные комиссии, которые ничего толком сказать не могут. Все кричат преступник, остановить, запретить. А в чем преступление, никто не может сказать. То есть я не нарушаю закон его на букву. Все. Вот вы вошли. Видите? Вот предупреждение. Совершенно красным, по желтому самое там. Вот если вы согласны, вот только попав на эту промежуточную страницу, вы можете приступить к чтению правил. Вот по согласным. Вот попадаете на страницу. Пожалуйста. Вот здесь уже. Правила. Все. Можете смотреть. Вот правила. Как вы думаете, бабушка 60-ти лет сможет забраться в этих правилах? Я думаю, все она прекрасно сможет. Если она не сможет, ей объяснят. Что касается денег, все прекрасно разбираются. Там же правила очень простые. Ничего сложного нет. Вот вы вступаете в ячейку. То есть правила простые. Вы хотите вступить. Вот там все написано прямо по шаговой инструкции. Вот как вступить в МММ 2011. По шаговой инструкции. Заполняете. Вот вы хотите вступить. Заполняете форму обычную. Вот на участие. Вот она форма. Вы посылаете свои данные. Страна, регион, МММ. Все. Обрабатывают эту форму. Через два дня там вы приходите. Вводите свой МММ. И вам высвечиваются МММ и ваши десятки. Когда все это заработает? Уже работает все. Можно увидеть сколько людей там зарегистрировано уже? Или это большой-большой секрет? Незачем. Сначала были списки. Когда там было зарегистрировано. Но пока списки не убрали, 10 тысяч человек. Сейчас уже эти списки убраны. Мне зачем это все? Доразнить гусей. Там власть. Зачем все это? К тому, что это не имеет значения. Вот смотрите. Я сейчас из кошелька могу достать 100 рублей. Да? Можете. И потом. Что это, Паршалов? Расскажите. Я же не засунул в принт. Вы зарегистрировались. Потом вам высветится, когда ваша заявка будет обработана, вам высветят ваши десятки. Мои ваши десятки. Вы связываетесь с ними. Выбираете себе десятника. Из этой десятки. Все. Он распоряжается как бы вашими средствами. Вот вы хотите 100 рублей. Вы на эти 100 рублей покупаете и мамам доллар. Это некоторые абстрактные деньги. Но все равно, что вы доллары еще покупаете. То есть я эти 100 рублей перевожу на счет, который конвертируется в виртуальные деньги. Ну как или нет. Не совсем так. Вы эти деньги можете либо вообще храните себя на счету. Вас даже не заставляет переводить никуда. Можете хранить себя на счету. Только потом вам нужно показать десятнику, чтобы их не трогали. Что не получилось. Что вы сказали 100 долларов. Вы сами пошли их потратили. И вообще играете на мод. Грубо говоря. Играете в кавычках. Что либо вы отдаете десятнику эти 100 долларов. Либо вы себя на счету держите. В электронном виде. На банковском счету. Где угодно. Теперь вы знаете, что у вас. Вот смотрите по курсу по текущему. Значит там. Ну. Грубо говоря. 10 мм долларов. Ну. На 100 рублей вы купили там 10 мм долларов. Все. Они растутся. Нет. В любом момент. Вы их можете продать по более высокой цене. Пятым десятникам. Да. Вы обращаете к десятнику и говорите. Я хочу продать свои доллары. Да пока. Он выплачивает вам средства в десятки. Если не хватает средств в десятки. Он обращается к сотнику. Все. Вам выплачивает. Может в любой момент продать. Получить свои деньги. Продать себе свои 100 долларов. Вместо 100 долларов. 200 или 300. Ну. Я встречаюсь с этим моим десятником. Не виртуально. А физически же. Для того чтобы передать деньги. Нет. Зачем вы можете с ним списываться. Зачем физически списывать? Если в одном городе. В принципе стараются по теоретеральным признакам. Десятки формировать. Лучше физически. встречается, потому что там машинка полна. Ну вообще, достаточно созвониться, показать ему, дать доступ к своему счету, это уже не ваш счет, потому что там уже деньги, не ваш, мы их купили, мы вам доллары. Показать ему, что вот действительно там, доллары, это вы перевели реальные 100 долларов, ну или там 100 рублей. Или, может, и мы перевести эти 100 рублей. Всё, ну всё примерно просто, честно. То есть, и мы должны как-то либо отдать, либо положить куда-то и не трогать. Но здесь вот есть опаска того, что я отдам свои 100 долларов, а потом этого десятника ни разу численно не увижу. Ну знаете, если мы в банке вообще, ну что значит, на 102 нити сниму этого десятника, все данные есть вообще. На самом деле, вот у нас государство уже сто раз говорил, сплошные бумаги, сплошные отчетности, сплошные там подписи, и тотальное воровство, разворовывается, всё до тла вообще. То есть, вся эта система подписей и учёта, она неэффективна. То есть, здесь совершенно другая система, система, когда всё основано на живых людях. То есть, мы десятка, все знают друг друга. То есть, как там можно воровать что-то в маленьком коллективе? Кто-нибудь воровать? Эти десятик, тем не менее, убежатся вашими деньгами. Это не означает, что вы их потеряли. Все нагрузки переложатся на систему. Это всё равно, что в банке эликассатора пограбили. Он же за счёты из этого деньги не исчезнет. То есть, вы выберете другого десятника, он обратится к сотням, скажет, что наш десятник убежал деньгами, ну, и средств другой из сотни вам будет выпущен. То есть, вы не потеряете ничего. А десятнику надо заяву на него писать, что против него дела у вас будут дать обычный мошенник. Это в любом уме. Это вас на улице могут отнять, телефон убежать, и вы говорите, чужники, на улице не выходите, меня будут выхватить и убежать. Как же вы потом поймаете? То есть, тут можно пойти, а без бумажки в суде ты... Ну, есть 10 заявлений от участников. И вся десятка знала, что был десятник, что он украл деньги. Ну, есть 10 заявлений. Ничего, это недостаточно, что ли? Ну, вы бы рискнули на этих условиях украсть. Делать вам серьёзно? Как это вообще? Все вы про него знают, паспортные данные вы видите, про него знают все. Но на него будет 10 заявок. Это в любом банке может вас так ограбить, операционисты, и там и грабят все. На какие средства отправляешься? Так, с этим тоже... Я хочу поближать менять ещё в монитор, и с той стороны, чтобы лицо было видно. Да, да, да. То есть, эти проблемы воровства... Да, до схемки. Ну, мы, по ходу, пишем звук в любом случае. Просто остались... Просто я же не знаю, где отправить другие люди. Ну, попробую гадать. Да. Все эти проблемы воровства в защитной мере Анатонии. Мне кажется, уоровства не будет вообще... Попомните мои слова. Все эти шорды сядут, и прямо начнут воровать. Да никто там не начнет воровать. Вот сейчас это там вопрос, мне нужно на него это и получить. Вот ваши одежды и ваша квартира уже притчевоязыцев и журналистов. Потому что абсолютно пустая квартира. Дешевый какой-то спортивный костюм. То есть, вы прям реально живете в каких-то походных условиях. Это принцип жизни или это образцово показательно, как я выгляжу? Во-первых, у меня все изъято. У меня даже на то, что осталось в зоне ТО-400 постоянно. Хотя бы вот изъять этот самый тренажер. У меня все изъято. Так, гражданский музыка. Поэтому библиотека все изъято. Но я хочу рассказать, что я не из себя не строю какой-то мученик. Меня это абсолютно не напрягает. То есть, я абсолютно комфортно себя чувствую. То, что я надеюсь, какой-то спортивный костюм. У меня здесь ничего нет. Мне пофигу это все. То есть, я себя не строю какого-то там прямо лучше. Я от этого так страдаю. Блин, я несчастный. Все у меня изъято. Да пофигу это все. Но изъято, потому что, к сожалению, по граждански высказать. Долгую историю рассказывать. Я считаю, что это все неправильно. Я теперь удивил. Но, тем не менее, что Эстер изъято все по граждански высказать. А ваши поклонники, верные сторонники вас не подкармливают? Соленые огурчики бабушки не приносят? Ну, до этого пока дело не дошло. На данном случае его подкормят. Надеюсь. Голден и Урун. Мне сегодня эти убобовцы говорили, что мы вас в случае подкормим. Все где-то переживаете. Баланды? Ну почему баланды? Нет. Не баланды собирали. Вроде бы. Хотя я не уточнял, честно говоря. Надо будет уточнить все еще раз. А то подкормят очень всмысленно звучит. В их устах это да. Но мне у кого не пришло. Но я не нарушаю закон. Поэтому я не думаю, что вы этого делаете. Мы же в правовом государстве живем. Зачем же меня на баланды? За что же мне на баланды, если законы не нарушают? А законы я не нарушаю. Все. Поверните еще там. Полазите пару минут. Но мне нужно будет общий грамот отсюда. Прямо самые-самые. Много посетителей вашего блока? Достаточно. Достаточно. Счетчик стоит? А счетчиков здесь нет. Нет. Не, не стоит. Ну, в общем, я считаю, что это самое... Сейчас после того, как начнутся уже активные отношения между участниками, там деньги начнут, процесс пойдет лавинообразно. То есть у меня, если основание так считать, основываясь на опыте МММ и SG. То есть там все лавинообразно пойдет. Просто пока еще до денег дело не дошло. Все пока там выбирают друг друга. И присматриваются. И пока еще там... А как только пойдут деньги, все очень быстро закрутится. Так что... Ну, вы все увидите. В SG, по крайней мере, были десятки миллионов за год. В МММ 15 миллионов за полгода. Ну... Смотрите, вот, прикидывайте сами. Здесь будет, наверное, помедленнее поначалу. Но я, в общем, не тераплюсь успеется. Но ситуация, что где-то дают 20% или 30%, а их не берут, она не может быть. Если это происходит, значит, ты просто людям что-то неправильно объяснил. Только и все. Значит, надо просто подумать, в чем твоя ошибка. Да, давайте. Вон, видите. Предупреждение. Финансовая пирамида. Осторожно. Осторожно. Крайне рискуете. И так далее. И тому подобное. Сохранение. То. Сохранение. Подпишите. Тэп. И тэп. Тэп и тэп. Ваш. То. Итэп. Тэп. Ут. Прэйно. Да, Тэп. Ут. Тэп. Ут. От. Ут. Ну вот курс, видите Долларов Вот он был 25-го 1 доллар Января Сейчас уже 1,17 долларов То есть в отличие от Доллара, того, который американский И евро, который европейский То, что падают они сейчас Да, этот только растет Темпами 20% В месяц Для обычных участников и 30% для инвалидов 20% в месяц Это в 9 раз за год А 30% Это в 24 почти раз за год Кстати, все наши Безграмотные экономисты Считают, что 30% это 360% В год У нас вообще что ли идиоты Они не знают, что такое геометрическая прогрессия Они умножают 30 на 12 Получают 360 На самом деле там 24 раза Ну вот так Так что Все это еще раз повторяю Хочу подчеркнуть главное Что это не просто какая-то умозрительная схема Которую я придумывал Которая неизвестна Будет работать Не будет Это работающая схема Это доказано на МММ и на СГ То есть сомнений, что это работает Нет ни малейших Меня все время спрашивают Как это работает Да не важно, как это работает Все вопросы от лукавого Эти все вопросы для того, чтобы затемнить суть Чтобы путем словесной дуэли Посеять в слушателях сомнений А работает ли? Да работает это все Нет ни за чем Значит поэтому разговаривать На тему как Работаем Все Так что Мое мнение Что участвуйте Без всякого сомнения Но это мое мнение А там уж смотрите сами Вот и все Все честно, откровенно Всем рассказывается И объясняется А это самое главное Все взрослые люди Сами решают Нужно им это, не нужно Конечно Если ты там какой-нибудь Абрамович Или Прохоров У тебя Сколько-то там миллиардов То тебе, конечно, это нафиг не нужно Так, все Значит, меняем план А если ты простой российский гражданин То, наверное, нужно Я так понимаю Я так понимаю Что спортивные снаряды у вас пока не забрали Ну, тут зубы точат вообще Просто лень береть Слишком тяжелая Зубы точат Да, они меня спрашивают Что это у вас за тренажер? Ну, он сломан Это тренажер Наверное, ну, все Игорь, я просто заберите и выкиньте Мне все Лень, руки не доходят Выкинь Ну, не старый Забираем Стартильный, да Мы говорили, что Вот тут картеля Открыт его На цвет нет Можно сдать Ну, мало Ну, пользу я его приезду А вы пока поработаете с компьютером Так, вы сейчас снимаете Я с компьютером работаю Да Хорошо О, видите, новая новость Секунду Давайте отключим Каждый девятый Секунду, секунду, секунду Так, а вы сейчас Открыть новости Вот как раз Я смотрю новость Я же не видел сегодня Каждый девятый Россиянин 11% Это новость от СОМО Считает основателя финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди Гением Ну Так что вот так Вам мстит? Нет, я констатирую факт Я говорю это Че, я и сам знаю, что я гений Чем это Я даже не гений А месси Поэтому Советую еще раз Всем Участвовать Вы имеете дело с гением Так что Не сомневайтесь ни секунды Это мое мнение Опять-таки Вот так Ботылок Можете еще раз Свернуть Да, пожалуйста Спасибо Ему написано Смотрите По данным Тоже в СОМО До 15% Россиян Готовы участвовать В финансовой пирамиде Недавно Они писали Что всего лишь 3 Ну то есть Это вообще Вранье Просто полное Везде Класс Это вот я вот что Эту новость Видел До этого Я вам говорю Только что пришел Приехал С вами Вместе Понимался Поэтому Не лазил Что в интернете Не видел Что тут Нового Произошло Но вот видите Такая новость Есть Если 15% Россиян Мне доверяют То Кто мне может Что-то указывать Я популярность И третий По крайней мере Человек в этой стране Какие-то там Грызли Мир Кто они такие Они назначаются Обычные Что они мне Могут указывать Правильно Все очень просто Есть еще Кто-нибудь У нас в стране Кому доверяет 15% Россиян Я не думаю Пусть Грызлов Попробует Организовать МММ Ему хоть кто-нибудь Копейку доверит Или миром А мне доверяют Почему-то Вот и все Что бы еще потенять Можно 100 тысяч Раз пить На камеру Чай Да ну Не надо Ты чай Я уже пил его Что там Вон еще Что там Наиболее негативно Ко мне относятся На территории Северокавказского округа Почему-то Вот почему Но и лучшим образом В центральном Приволжском Там 14% Я считаю Финансовым гением А северокавказском Они наверное Вообще не знают Что такое Финансовый гений Поэтому плохо относят Это там Не какой-то шум Там А суда кто-то На кухню шум Да не знаю Может быть Вот так А вот Если вы не хотите чая У меня к вам Личная просьба Вы можете Открыть холодильник И показать Что у вас лежит в холодильнике Не надо Это все У меня же придут приставы Завтра Отнимут последний кусок Колобоза Ну нафиг вообще Не надо всякие фокусы Вообще Не хочу это делать Ничего Мне там особо не лежит У меня Если вот Принк эспандоров Прицепляются И к этому Я сейчас скажу Вообще Почему Имеет То-то То-то И то-то Не надо Это все Не хочу Я так все Нет Я тут думал Что там не следует Действительно Просто как у обычного Человека лежит Обычного Конечно Что-то может быть Да не надо никаких Доказательств Вообще Ну это вообще Какой обычный Мне по закону полагается Три корочки хлеба Я 100 рублей Я вернул воду Мне вообще сказали Где он его взял Он их украл Серьезно Совершенно Все читали СМИ Нет Ну Прокуда он взял 100 рублей Которые он вернул Он их украл Так что Не будем роднить гусей Вообще Я не хотел Чтобы пройдет Холодильник Пошел Слушай Не Просто я думал Что там мышь повесилась То показать Что действительно Нет Там не мышь повесилась Пропустим холодильник Он все обычно Проработывается Рядовыми Но В моей ситуации Не может быть ничего рядового Поэтому К сожалению Ну все Я думаю Здесь уже Как бы мы Подснять Больше нечего Да Что здесь снимать Тогда провожайте Наскорб Пойдем Это Об этом Так Я пока не рад Кого-кого Ну Смотрите Да Радонки Ну Вы на пушку Все равно Звук пишется Пойдем Можете Петличку Снимать Там Наскорб Давай Ну Запутим Ну Вот Интермион Сегодня Закончил Закончил Так Ну Что Выходим В коридор Тогда Я начинаю Аниматься Следующий раз Не обещаю Вам Какую-то Встречу Они Не за Тут Ехали Позвонку И Вчера Обещаю Ехать Нет Нет Они Меня Уиграть Люди Простали Помоги Простали С С Я дנfrei Не Я Всегда Я Я Я Я Я Я Не Я 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 вас даже передвигаю, передвигаю. Угу. Если вы передвигаете желание. Сейчас, подвигаю. Пожалуйста. Чтобы это не было.